Здравствуйте! В эфире город Эссе и Татьяна Дмитриева. Что делать, если вы получили травму на работе? Как провести расследование и добиться возмещения ущерба? Об этом говорим сегодня с начальником отдела Государственной инспекции труда в Самарской области Ольгой Терехиной. Ваши вопросы по трудовым отношениям с работодателями, конфликтным ситуациям и так далее задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если анализировать статистику по количеству несчастных случаев, она вообще уменьшается или увеличивается? Или, в общем-то, это довольно стабильная такая цифра? Вы знаете, наши данные показывают, что некоторое уменьшение количества несчастных случаев присутствует в Самарской области, но, тем не менее, цифра остается довольно высокой и примерно каждый год колеблется возле одной цифры. Вот, допустим, за первое полугодие 2013 года у нас произошло 76 несчастных случаев с тяжелыми последствиями. Это 5 групповых случаев, 49 с тяжелым исходом и 22 смертельных. Причем погибло 25 человек. Понятно, что в групповых случаях тоже могут быть смерти. Общее количество пострадавших несколько уменьшилось по сравнению с количеством пострадавших за такой же период 2012 года. В 2012 году в первом полугодии было 123 несчастных случая с тяжелыми последствиями и 41 погибший. Ну, казалось бы, есть какой-то процент уменьшения, но не все так просто, потому что год еще не закончился, и вот это колебание за полугодие не может дать полной картины. Ну, наверное, вы можете проанализировать, в каких отраслях вот наибольшее количество происшествий таких случается? Может быть, какие профессии наиболее такие? Да, конечно. Есть у нас такая статистика. Статистику мы ведем по отраслям в разрезе видов экономической деятельности. Это традиционно травмоопасная отрасль, остается строительство. Это операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг. Ну, вот это такое вот название. Раньше мы их называли жилищно-коммунальное хозяйство. И там опасно работать, получается? Там опасно работать, а как же. Обрабатывающие производства, организации транспорта и связи. Возросло, вот если говорить о периоде первой полугодия 2013 год, то возросло как раз-таки количество несчастных случаев в организациях, которые осуществляют свою деятельность в производстве, распределении электроэнергии, газа и воды. Это наше жилищно-коммунальное хозяйство, предприятия, их обслуживающие, предприятия, обслуживающие наши дома. К сожалению, это... В настоящее время, понятно, очень много становится частных предприятий, да? Вот хотелось бы узнать, как ведется учет происшествий вот таких несчастных случаев, которые там происходят. Это вот доходят до вас вот эти сведения или нет? Они не разделяются по видам, так сказать, по принадлежности. Все случаи, происшедшие либо в организациях частного бизнеса, организациях государственных, организациях муниципальных, они никак не делятся, потому что порядок расследования, он един для всех. Поэтому и учет единый ведется. А кто ответственнее относится к организации техники безопасности, охраны производства и труда? Потому что вот сложилось такое мнение, может быть, оно ошибочное, что частники, вот им нужна прибыль, у них свой бизнес, они по минимуму вкладывают, надеясь, больше получить или нет? Собственно говоря, такое мнение имеет места быть, поскольку частный бизнес иногда возглавляется людьми, которые весьма далеки от процессов производства. Они просто из-за своей, собственно говоря, неосведомленности не уделяют должного внимания этому. Может быть, не столько не потому, что им важна прибыль, они не знают, не проходят обучение в этой отрасли, в этой области. И поэтому у них, собственно говоря, нет и такого понятия, что они отвечают целиком за жизнь и здоровье работников. А вот ваше ведомство проводит проверки, профилактические, так скажем, не постфактум, когда уже что-то произошло в этой среде? Конечно, конечно. У нас существует план проверок ежегодный, когда планово проверяются все организации и предприятия, независимо от форм собственности. План составляется еще накануне, допустим, в текущем году, на следующий год составляется план. И, конечно, в этом плане проверок учитываются те предприятия, в которых произошел травматизм, смертельный, групповой, тяжелый. Да, и если травмы не относятся к таковым, все равно эти предприятия берутся на заметку и проверяются. Проводятся внеплановые проверки, если дает задание нам, допустим, высшестоящие органы правительства Российской Федерации. А если есть какие-то сигналы, допустим, то тоже? Конечно, конечно, обязательно. Если обращение граждан, то мы обязательно проводим проверку этой организации. Есть такое понятие в вашей работе – аттестация рабочего места. Что это такое, и может ли сам работник потребовать от своего работодателя или пригласить вашего специалиста для того, чтобы узнать, насколько его рабочее место соответствует всем нормам и правилам? Ну, аттестация рабочих мест, как вы уже наполовину ответили на этот вопрос, это оценка условий труда на конкретном рабочем месте. Оценка условий труда включает в себя различные факторы, начиная от трудового процесса и заканчивая уровнем предельно допустимых концентраций каких-то вредных веществ, излучений и так далее. То есть она в себя включает как оценку документации этого работодателя, так и измерения, которые проводятся специальными лабораторными средствами. И, конечно, вот эту аттестацию рабочих мест проводит работодатель. Он обязан ее проводить по статье 212 Трудового кодекса. Обязан он ее проводить с привлечением аттестующей организации. Это та организация, которая зарегистрирована в установленном порядке, имеет аккредитацию, внесена в реестр организаций, которые могут оказывать такие услуги. И такая организация имеет соответствующие лаборатории, соответствующих специалистов. И, конечно, они проводят вот эту вот оценку условий труда на рабочих местах работодателя. Если работник сомневается, надлежащие ли у него условия труда, он может потребовать, во-первых, право у него всегда есть, отказаться от выполнения работ в условиях труда, которые не соответствуют требованиям охраны труда, если что-то угрожает его жизни и здоровью. Ну и, конечно, провести аттестацию рабочих мест работник тоже вправе потребовать. Он может обратиться и в Государственную инспекцию труда с просьбой, как мне узнать, какие у меня условия труда. Он может обратиться в Министерство труда и занятости Самарской области, которая имеет сейчас на сегодняшний момент специализированную лабораторию, которая может оценить условия труда на каждом рабочем месте. Это его право обращаться. Да. Ну здесь и вторая сторона медали, это его право, но не каждый захочет нарушать какие-то отношения межличностные с тем же руководством, если он пригласит инспекцию и скажет, что вот у меня тут и света мало, и кондиционера нет, я тут все лето просидел в жаре. Тут тоже вот как-то так. Дело в том, что если работник не хочет, чтобы озвучивали его фамилию, имя, отчество, то инспекция при своей проверке обязана соблюдать конфиденциальность. Да. Ну вот это тогда хорошо. И так, хотелось бы все-таки знать, какие случаи несчастные чаще всего происходят? Вот не отрасли уже, а вот что случается с людьми? Что случается с людьми? Ну это вы хотите сказать о видах происшествия, что случается с людьми и о их причинах, наверное. Почему это случается с людьми? Что случается с людьми? С людьми случается разное. Люди чаще всего у нас по статистике падают. Падают с высоты, падают с высоты собственного роста. Люди также попадают в такие ситуации, когда происходит, как мы называем, воздействие разлетающихся, вращающихся, движущихся частей, механизмов и машин. То есть все, что движется и что может нанести травму работнику. Обрушения, обвалы каких-то предметов. Вот это вот самые такие наиболее встречающиеся виды происшествий. Причины происшествия бывают совершенно различными. Причины происшествия бывают как организационно-техническими, бывают из-за недостатков конструктивных каких-то машин, механизмов, бывают из-за нарушения технологических процессов, бывают из-за того, что работник не подготовлен по охране труда, собственно говоря, и не знает, как ему грамотно действовать. Эти все причины имеют место быть. Но хочется отметить что? Что вот по статистике, той, которая у нас собрана, ведь 60% несчастных случаев происходит из-за организационных причин. По вине руководства получается, да, что руководитель не смог организовать. Да, и по вине работника тоже. В таком случае, наверное, при таких вот, может быть, даже конфликтных ситуациях, когда непонятно, кто прав, кто виноват, производится расследование. И тоже вот интересно, как это все проводится, кто стоит на стороне работодателя, кто на стороне работника. Вы знаете, тут нельзя так сказать, кто стоит на стороне работодателя, кто стоит на стороне работника. Расследование несчастного случая проводится в любом случае. Потому что здесь у каждого свои интересы. Это не зависит от интересов, это законодательство Российской Федерации. Работодатель обязан обеспечить расследование несчастных случаев в усыновленном порядке. Это статья 212 Трудового кодекса. Но не все выполняют эту обязанность. Конечно, да. И для расследования этих несчастных случаев создается определенная комиссия. Просто она в разных случаях создается немножко по-разному. Поэтому у нас есть такое деление, как я уже сказала вам, статистику называла. Групповые, тяжелые, смертельные несчастные случаи. А есть еще такая категория случаев, несчастные случаи с легким исходом. Вот групповые, смертельные, тяжелые обязательно принимают участие и возглавляют комиссию Государственный инспектор труда. Если же легкий случай, как мы его называем, то есть пострадавший получил легкие повреждения здоровья, то комиссию создает сам работодатель и сам расследует этот несчастный случай. Если работник не согласен с выводами комиссии, он имеет право обратиться в Государственную инспекцию труда и потребовать провести дополнительное расследование. Причем Государственный инспектор труда наделен достаточно широкими полномочиями самостоятельного расследования несчастного случая. То есть если Государственный инспектор труда видит, что какие-то нарушения были в порядке расследования, либо выводы комиссии сделала не те, либо не соответствует обстоятельству дела выводам этой комиссии, он имеет право обязать работодателя этот акт считать недействительным, провести расследование самостоятельно, составить заключение, обязать работодателя по этому заключению, составить новый акт уже с его выводами личными. Ну, звучит, конечно, так все как-то вот гладко. А, наверное, есть в практике случаи, когда вот это сложно провести всю эту процедуру и выдержать, тем более, если человек получил травму, наверное, уже и не до этого, да, если какой-то там увечья и так далее. Ну, почему? Человек ведь может сам не участвовать в комиссии, он, вернее, пострадавший вообще в комиссию, в состав комиссии ведь не входит. Независимо от того, в каком он состоянии, как я уже сказала, обязанность работодателя провести расследование. Вот. К нам поступают первые вопросы. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните, еще есть время. Что делать, Оксана? Что делать, если работодатели отказываются расследовать несчастные случаи? Значит, вот бывают такие все-таки? Возможно, такие случаи бывают. Иногда работодатели скрывают несчастные случаи от расследования, иногда они уговаривают работника не составлять акт формы Н1, а иногда и просто отказываются, говорят, ну вот, сразу будешь уволен. Такие случаи у нас есть и такие вопросы к нам тоже поступают. Работник имеет право обратиться в Государственную инспекцию труда за защитой своих прав. Почему надо расследовать несчастные случаи? Иногда сами работники ведут себя не очень корректно. Да ну, подумаешь, мне ничего не надо. Дело в том, что ведь вот у нас есть такая практика уже наработана, у нас есть такая статистика, что работнику ничего не надо, пока он здоров, трудоспособен и может выполнять свои трудовые обязанности и переносить заработок в дом. Но как только состояние его здоровья ухудшается, а ему врачи говорят, а это у вас последствия вот этой травмы, когда он утрачивает свою трудоспособность и ему становится трудно работать, он вдруг начинает бить тревогу. А что же это я отказывался тогда? Поэтому для работников ни в коем случае не надо идти на поводу у работодателя, который отговаривает его от составления такого акта, либо он сам не хочет. Иногда бывают такие случаи, работодатель говорит, я вот расследование провожу, я пытаюсь взять у человека объяснение, а он отказывается. То есть нельзя такого допускать. Акт формы Н1 – это документ, который впоследствии вам даст возможность получать социальную защиту. А есть такой вариант, что может быть денежную, какую-то материальную компенсацию предложит работодатель. Тоже не стоит соглашаться, получается. Тоже не стоит соглашаться, деньги очень быстро кончаются. И у нас таких примеров не один. Вот приходит человек и говорит, он приходит к нам на прием, рассказывает свою ситуацию, пишет заявление с просьбой расследования несчастных случаев, спрашивает, почему вы отказались, мне дали вот столько-то, такую-то сумму. Вы знаете, никакая сумма навечно не растягивается, она заканчивается очень быстро. Год, два, три, а потом работник понимает, он работать в полную силу не может, а денег у него уже нет. Вот в подтверждении ваших слов, Игорь, получил травму на производстве в прошлом году, дали денег, никаких актов не составляли. Можно ли сейчас провести расследование? Конечно, можно. Можно? Можно. Дело в том, что срока давности по расследованию несчастных случаев, согласно Трудовому кодексу, нет. Если работник, если случай не расследовался, работник может обратиться с заявлением, и государственный инспектор труда самостоятельно проведет расследование вот этого сокрытого несчастного случая. Да. И здесь еще, наверное, важен такой территориальный, ну не признак даже, не знаю, вот если на подходе к работе произошел случай, или вот сейчас такая практика частная, если работник работает допоздна, ему просто вызывается такси, наемное какое-то, и отвозят домой. Если вот в этом такси, или на подходе вот к предприятию, даже не на территории, ну или только вот он зашел, там споткнулся, упал, травмировался, попал в аварию, вот в таких случаях что-то предусмотрено, или это уже личное дело вот человека? Дело в том, что Трудовой кодекс предусматривает порядок расследования несчастных случаев на производстве. Есть еще и в приложении к Трудовому кодексу положение расследования несчастных случаев на производстве, особенности расследования несчастных случаев в отдельных отраслях и организациях, которые конкретизируют каждые конкретные случаи, какие относятся, и как их расследовать. И Трудовым кодексом и этим положением определено, какие случаи подлежат расследованию, когда и в каких обстоятельствах они произошли. На ваш вопрос конкретно можно ответить, что случаи, которые произошли при исполнении работника трудовых, его своих трудовых обязанностей, случаи, которые произошли на территории работодателя или вне территории работодателя, случаи, которые произошли при выполнении работ по заданию работодателя, независимо от того, где они произошли. Ну, он уже отработал и едет домой на такси. Вот здесь у нас положение предусматривает, что несчастным случаем на производстве будет считаться такой случай, который произошел на транспорте работодателя. Да. И если работодатель, собственно говоря, нанимает транспорт для работника, то получается он взял обязанность по его доставке домой. И ответственность. И ответственность совершенно верно тоже. Если же работник закончил свою работу, успешно покинул территорию предприятия, сел на общественный транспорт или на свой личный транспорт и там получает травму, то это не будет считаться несчастным случаем на производстве. Это будет считаться травмой по пути на работу или травмой по пути с работы. Понятно. Вот еще такая история с больничными происходит, что человек уходит на больничный, причем не по вине работодателя, он просто заболел. И тянется вот долго этот больничный лист его заболевания. И потом, вот интересно, сколько времени работодатель должен оплачивать больничный работнику? Вот есть какое-то временное? Нет, нет, нет. Временной показатель по больничным листкам больничный, так мы называем, а листок времени нетрудоспособности он называет. Уволить, допустим, три месяца нет человека на работе, он все на больничном, он на больничном, полгода. Нет, здесь ограничения есть только у медицинской организации, которая выдает вот эти листки нетрудоспособности, у них там есть свои правила и нормы, в нашу передачу сейчас не входят, конечно, вот эти правила и нормы. А работодатель обязан оплатить листок временной нетрудоспособности в полном объеме, который предоставил работник. Понятно. Так вот, что нужно сделать работнику изначально, чтобы не попадать в такие ситуации, чтобы потом что-то, не дай бог, случилось, и ему откажут? И в проведении расследований, и в выплате, и вообще скажут, что... Работник прежде всего должен знать, что существуют правила и нормы охраны труда, которые нужно соблюдать и которые не надо нарушать. Во-первых. Во-вторых, он прекрасно должен знать, что у него есть право на своевременное расследование несчастного случая, если с ним что-то произошло. Если его право нарушается, пусть обращается как можно раньше в Государственную инспекцию труда, не тянет. Потому что по горячим следам расследовать несчастный случай гораздо проще, чем потом, независимо от срока давности, расследовать этот случай, который произошел незаправедливо в каком году. Но тем не менее, вот такой случай у меня был, например, в 1945 году. Работница получила травму, а случай расследовался только в 2006 году. Да, но вот в любом случае должна быть доказательная база из того времени. Да, конечно. То есть она сохранилась, да? Да, конечно. Вот какая-то, к счастью, какая-то доказательная база в документах вот этой вот женщины, она сохранилась. И это нам только позволило провести расследование, определить этот несчастный случай как несчастный случай на производстве, оформить акт уже правоприемникам организации, которая уже не существовала к тому времени. И женщина стала получать возмещение утраты нетрудоспособности. Да, понятно. Хотелось бы узнать, вот в трудовом договоре как-то отражается вот эта ответственность сторон или нет, или там не прописывается? Ведь трудовой договор, он заключается между работником и работодателем, где есть там сноска такая, что работодатель соблюдает все законы Российской Федерации, а это основной трудовой кодекс, это основной закон ведь. Вот. Работодатель обязан обеспечить условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, и это прописывается в трудовом договоре. И работодатель в трудовом договоре прописывает, что он обязан застраховать работника. То есть все работники, которые заключают трудовой договор, у нас являются автоматически застрахованными в фонде социального страхования. Но здесь встает вопрос очень серьезный на сегодняшний момент и очень животрепещущий. Не все оформляют трудовые договоры. Легализация трудовых отношений, вот краеугольный камень всего. А можно этого добиться? Понятно, что у нас есть право, если ты устраиваешься на работу, заключать договор, но как-то вот этого можно добиться или нет? Это, ну конечно, это должна быть ответственность работника перед самим собой. Он должен сознавать, что если он идет к такому работодателю, который не оформляет трудовые отношения надлежащим образом, то и работник не защищен в полной мере. И защитить его очень трудно. Государство... И даже вы не сможете, вот произошел случай несчастный, пришел такой вот к вам пострадавший без трудового договора. Вы возьмете? Вы возьмете? Возьмемся. Стараемся до последнего. Здесь, когда нет заключения трудового договора, есть две ситуации. С одной стороны, ситуация, когда вообще нет никакого договора, а работник работает у работодателя. Вот когда нет никакого договора, то считается, если работник работает у работодателя, то по части 2 статьи 67 Трудового кодекса допуск работника к выполнению работ сведома работодателя является фактическим заключением трудовых отношений без письменного оформления. Но опять-таки вот эти вещи, эти моменты нужно отследить. Сведом или работодателя допущен работник к выполнению работ. И это бывает достаточно трудно сделать. Ведь работодатель, если особенно произошел несчастный случай, отказывается от этого работника и говорит, нет, у меня такого работника не было, он никогда не работал, и не знаю я, что он тут делал у меня на территории. Трудно доказать. Поэтому, конечно, лучше всего иметь этот трудовой договор. Но, тем не менее, в отдельных случаях нам удается доказать это, связать несчастный случай с производством, обязать работодателя оформить трудовой договор и оформить акт формы Н1 в несчастном случае на производстве. А кто вот в случае гибели, вот мне всегда интересно, ведь есть ответственные лица, сам работодатель, потом у него есть еще специалист, который обеспечивает охрану безопасности. И вот если произошел такой несчастный случай, смертельный, кто будет отвечать? Вот на кого ложится вот эта ответственность? Дело в том, что за все несет, конечно, ответственность работодатель. Трудовой кодекс говорит прямо. А специалист, который должен обеспечить... Вот смотрите. Работодатель обязан обеспечить здоровые и безопасные условия труда работнику. Работодатель может делегировать часть своих полномочий по выполнению тех или иных правил, норм, обязанностей на своих подчиненных руководителей. То есть работодатель не сам работает, может быть, у него есть там специалисты, которые непосредственно руководят работниками. И, конечно, непосредственный руководитель работника несет всю полноту ответственности за него, особенно если это определено должностными обязанностями. Бывает, часто работодатель не распределяет эти должностные обязанности между своими подчиненными. Но тогда он сам несет всю полноту ответственности, если он не соизволил распределить эти обязанности. То есть в каждом конкретном случае выясняются вот эти... В конкретном не бывает общей вот такой вот установки, кто виноват и что делать. Всегда в ходе расследования выясняет комиссия, кто виноват, кто конкретно допустил какие нарушения, каких правил и норм. Поэтому в акте формы Н1 всегда есть раздел причины несчастного случая и лица, допустившие нарушение требований законодательных и иных нормативных правовых актов, задержащих требования охраны труда. Константин, кто возмещает утрату трудоспособности в результате несчастного случая на производстве? Вот чьи эти средства вот этого? Если работник заключил трудовой договор, ему конечно не о чем волноваться, потому что если трудовой договор заключен, то работодатель является страхователем, а страховщиком является Фонд социального страхования Российской Федерации. Работодатель туда отчисляет планомерно взносы, независимо от того, произошел у него несчастный случай, не произошел. Определенный процент устанавливается у нас государством, и определенный процент туда отчисляет каждый работодатель. В зависимости от отрасли у него установлены соответствующие ставки, и он туда отчисляет деньги. Если же с его работником происходит несчастный случай, и он утрачивает, допустим, временно трудоспособность, то листок нетрудоспособности оплачивает фонд социального страхования за счет тех средств, которые уже перечислил туда работодатель. Если у работника наступила стойкая утрата трудоспособности, частичная, то опять-таки процент утраты, вот это денежное возмещение делает фонд социального страхования. И даже если работник разорвал отношения с работодателем, он не остается брошенный и покинутый. Он социально защищен, и фонд социального страхования продолжает делать эти выплаты. Есть случаи, когда человек сам застрахует свою жизнь, и в таком случае он может претендовать тогда на два фонда. Может, может. Если он сам застраховал, это его право, пожалуйста, он может получать... И люди на предприятии не могут отказаться, сказать, что вот вам выплатят уже. Нет, ни в коем случае. Даже телезритель, куда можно пожаловаться на работодателя, если он не хочет создавать комфортные условия труда? Смотря что считать комфортными условиями труда, потому что у нас есть несколько органов, которые надзирают за соблюдением правил. Санитарные правила и нормы – это у нас Роспотребнадзор. Да, у каждого разные предпочтения, комфорта, да, можно себе, конечно. Да, совершенно верно. Но есть какие-то санитарные нормы, наверное, которые вот общие для всех? Санитарные правила и нормы, все санитарные правила и нормы контролируют исполнение Роспотребнадзора. А таких санитарных правил норм, конечно, много, в том числе и требований к микроклимату помещений. Вот сейчас же небольшие помещения, очень много компьютеров, это тоже вопрос, который нужно поднимать, мне кажется, потому что определенные вреды излучения. Это тоже регулируют санитарные правила и нормы, которые по компьютерам можно и к нам обратиться, мы разъясним, собственно говоря, как и что должно быть. Но санитарные правила нормы, конечно, курируют. А можно вас спросить по компьютерам, какие нормы? Сколько должно быть компьютеров в небольшой офисном комнате? Смотря какие компьютеры. Компьютеры у нас бывают разные. Вы знаете, кто-то ноутбуками пользуется, продвинутые фирмы. Там меньше вред. Кто-то пользуется компьютерами стационарными с жидкокристаллическими экранами, а кто-то пользуется еще и, извините, с экранами, с мониторами, с электронно-лучевыми трубками. С выборами, да-да-да. Да, и требования разные для таких компьютеров. Все это можно просчитать. Да, это все можно просчитать. Если это жидкокристаллический экран, то это минимум 4,5 метра на один компьютер. Вот так. Так, все обязательно просчитаем. Посмотрите, как у вас. Хотелось бы узнать интерактивно, вот через интернет. Можно в вашу службу обратиться? Потому что не каждый может идти и тратить время. Конечно, можно. У нас есть электронная почта, у нас есть сайт свой, у нас есть возможность обратиться в электронном виде на нашем сайте. Пожалуйста. И ответ тоже будет в электронном виде? Ответ, как пожелает заявитель. Если он укажет в электронном своем обращении свой адрес и попросит туда направить письмо, пожалуйста, ему придет на его адрес. Если он попросит по электронной почте, пожалуйста, на электронную почту. Да. Судя по всему, у вас очень большая практика. И, как говорят, сапожник без сапог. Скажите, вот в самой государственной инспекции труда были случаи каких-то производственных травмирований и так далее? Вы знаете, на моей памяти был только один такой случай. У нас сотрудница упала на лестнице. Такой случай был. Да, то есть никто ни от чего не застрахован, несмотря на то, что вы подкованы всеми знаниями. Спасибо огромное за то, что пришли, ответили на вопросы телезрителей. Мои, всего хорошего. Спасибо вам. Спасибо и вам, уважаемые телезрители, за внимание. Будьте осторожны, берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова